Коллеги, добрый день. Начинаю подключать. Меня зовут Мария Нинашева, я руководитель проектов 1С и консультант-аналитик в области документа оборота, электронного документа оборота, это управленческий учет, это вот мои сферы компетенции. Посмотрим наш план вебинара. Сначала мы поговорим об общих, сделаем общий обзор возможностей документа оборота 2.1, кратко, чтобы понимать суть программного продукта и далее уже пойдем по нашему основному вопросу, это у нас по правам доступа. Как они, из чего состоят документы оборот 2.1, как они настраиваются, какие есть особенности, моменты. Скажите, пожалуйста, кто пользуется документ оборотом 2.1 уже, либо может быть внедряете тройку, даже бывает. Вот пишите 2.1, если вы пользуетесь 2.1, либо внедряете его, или тройку напишите, если тройку внедряете. Вот прям в чатик напишите, чтобы понимать. Ага, вижу, что в основном 2.1. У нас вот был на прошлой неделе вебинар по тройке, тоже мы там рассматривали права доступа. Если интересно, то можете в записи искать, у нас на нашем сайте размещены все наши вебинары. Вот. Так, хорошо, тогда мы приступим к общему обзору программного продукта. Документ оборот 2.1. Ну, может, какие-то вещи для себя и увидите новые, даже если пользуетесь. Кто не пользуется еще документ оборотом, тот увидит, как это, в принципе, выглядит. Так, переходим с вами в программный продукт. Так, вот сейчас вы должны увидеть начальную страницу документ оборот. Вот. Видите, не видите? Плюсик. Первый плюсик. Все, хорошо, отлично, видим. Это у нас начальная страница документа оборот 2.1. Мы видим пользователя, под которым мы зашли в верхнем правом углу. Также мы можем видеть по кнопочке и всю информацию о версии, которую мы сегодня рассматриваем. То есть мы видим, какую версию, учебную версию мы сегодня смотрим, какая у нас конфигурация. И видим мы пользователя, под которым мы зашли. Это у нас директор. И, соответственно, мы видим сейчас рабочий стол директора. Здесь у нас расположены виджеты. То есть это функция, которая позволяет удобно видеть всю ту информацию, с которой работает постоянно сотрудник. Вот в данном случае у нас набор виджетов, который нужен именно руководителю, директору. То есть этот рабочий стол, он настраиваемый виджеты, какие нам нужно, мы можем добавить, убрать. Также у нас сама начальная страница, она настраиваемая. Первое, что мы можем настроить, мы можем настроить вот верхние инструменты, которые у нас вот здесь вот расположены. Мы можем добавить или удалить кнопки. Вот они у нас тут расположены. Не все пользователи на самом деле это знают. То есть мы обычно не обращаем на такие мелочи внимание, но это добавляет юзабилити, так называемое. То есть мы можем сделать рабочее, что удобнее. Далее, сама начальная страница. Мы можем через, у нас есть стрелочка меню, вид и настройка начальная страница. Вот сейчас у нас входящие документы. Вот мы на рабочем столе справа видим входящие документы. Вот, а слева видим текущие дела. Вот они у нас текущие дела, вот входящие документы. То есть если мы хотим что-то поменять местами, если мы хотим что-то убрать, не нужны нам входящие документы. Это лишняя для нас информация на рабочем столе, она нас отвлекает. Мы можем это убрать, переместить. Останутся у нас только текущие дела, либо мы там что-то еще хотим. Допустим, нам важно мероприятие, мы можем мероприятие вывести. Все, что нам необходимо, мы можем вынести отдельно на рабочий стол из тех доступных форм, которые у нас здесь есть. Это одна из настроек. Хорошо бы ее сделать сразу когда пользователь начинает работать и привести в удобное состояние наш рабочий стол. Далее мы можем настроить раздел, панель разделов. То есть вот в данном случае у нас все разделы вынесены. Можем так вот их посмотреть. То есть вот эти вот разделы, которые доступны, мы видим, мы можем их настроить. Вернемся к настройке. То есть мы можем убрать разделы, если пользователь с ней не работает, не хочет работать с этим разделом. И это лишняя для него информация. Допустим, с нормативно-справочной информацией сотрудник не работает, и ему эта информация не нужна. Можно убрать этот раздел просто из видимости. И можно разные визуалы, то есть чтобы у вас осталась картинка, текст, текст справа, текст под картинкой. Это тоже вещь настраиваемая. Также у нас есть настройка панели. То есть конструктор, где у вас будет, допустим, панель открытых. Ну, если вы используете сразу параллельно несколько программ, у вас включено, и там определенные какие-то значки, какие-то инструменты у вас еще располагаются на экране, то вы можете настроить так, как вам удобно. Где у вас идут текущие разделы, открытые, панель открытых, панель истории. То есть это все дело тоже настраиваемое, и вы можете сделать сразу под себя. Периодически стараюсь просматривать. Далее мы посмотрим меню разделов. Меню разделов у нас отличается. Вот наполнение каждого блока меню раздела, оно включает в себя те функции, которые доступны при текущих настройках. То есть если какой-то функционал у вас не настроен, он не включен в настройках системы, допустим, там почта, там еще что-то, то здесь связанные с этим функционалом пункты, они не будут, их не будет. Поэтому состав именно разделов, он варьируется от настроек системы. Так, перешла. Главное, это основные задачи, с которыми работает пользователь. Его задачи, задачи его отдела, проектам, то есть те там отчеты, те инструменты, с которыми ежедневно работает пользователь. Здесь же располагается блок по созданию элементов системы, тоже из главного. Далее у нас работа с документами. Обращу внимание, что здесь у нас документы делятся на внутренние, входящие и исходящие. То есть вся работа с документами здесь происходит. Здесь же можно создавать документы отсюда. Также создаются контрагент письмо процессы. Совместная работа. Это все, что касается взаимодействия между сотрудниками, между подразделениями. То есть все процессы рабочие, которые касаются взаимодействия, они вот находятся в разделе совместная работа. Учет рабочего времени, трудозатраты, ежедневные отчеты. Все, что касается трудозатрат. И учета времени. Нормативно-справочная информация. Это у нас справочники. То есть это рабочее место сотрудника, который занимается у нас справочниками, заведением нормативно-справочной информации, ее корректировкой. Вот это его рабочее место. Управление процессами. Это процессы, шаблоны процессов. Это у вас рабочее место сотрудника, который именно созданием процессов, корректировкой процессов занимается. Шаблонами. Так, и далее уже настройка. То есть это больше технический специалист, который работает именно с настройкой. Вот. Так, основное меню мы с вами рассмотрели по возможностям системы, что система делает. И теперь, я думаю, мы можем спокойно перейти уже... Мы рассмотрели основной функционал и можем перейти к возможностям системы. Я вижу вот в чатике вопрос, зачем мы рассматриваем обзор на возможности системы. Ну, делаю это, уделяю этому минуту 10 времени, потому что, во-первых, бывает функциональность какая-то интересная, которую не знают еще пользователи. И у нас не все пользователи используют документы оборот 2.1. Поэтому мы вот такую стратегию для себя выбрали. Ну и переходим. Как и ожидалось, к разграничению прав доступа уже по настройкам прав. Ну, первое, о чем хочу сказать, когда документ оборот внедряется, мы часто сталкиваемся, вот что приходим к заказчику, нам говорят, давайте вот мы сядем, уже начнем работать и чего-то там настраивать. Нам быстрее надо работать. Мы не готовы там долго времени тратить на анализ, мы не готовы много времени тратить, чтобы описать свои документы, процессы. Вот это не совсем правильный подход. То есть именно любая система, при внедрении любой системы, нужно начинать с изучения ваших процессов. То есть нужно понять, кто у вас будет работать в системе. Второе, нужно понять, кто будет, какие данные будут в системе, то есть их рассортировать, какие у вас будут виды документов, какие процессы вы будете использовать, кто будет в этих процессах задействован и какие нужно установить ограничения. На одном из вебинаров, вот у нас был вебинар по правам доступа тоже, в тройке только, там был вопрос нестандартный. Вот как нам сделать, вот так ограничить права. Вот стандартно не всегда можно вот прям по книжке сесть и нарисовать, что да, вот тут мы ограничим, сразу все будет работать. Иногда бывает, что по функционалу программы, ну вот запрещающие права поставили, а в исключительных случаях сотруднику эти права нужны. Вот для таких моментов нужно расписать. То есть мы рисуем процессы, как они у вас идут. Какие документы должны быть в доступе у каких сотрудников, а какие обязательно скрыты. И уже потом на ваши процессы мы накладываем возможности системы. Что система может, а что нет. И понимаем, типовой функционал может ваши возможности покрыть или не может. Вот задача как можно меньше дорабатывать систему, чтобы ограничиться, все-таки вот ничего в системе не менять, чтобы она оставалась на стандартное. Почему? Потому что если вы систему не меняете, то она у вас остается на поддержке, у вас обновление идет стандартное, и ее обслуживание гораздо дешевле обходится. Если подойти к внедрению системы таким образом, что мы вот сейчас тут подрабатываем, допилим, допрограммируем все, как нам надо, не подумав о том, что все-таки можно моменты какие-то обойти и типовым функционалам обойтись. Вот очень часто допиливают, функционал дорабатывают, и потом очень долго и дорого его сопровождают. Вот. Поэтому момент анализа первоначальный на старте проекта, он крайне важен. Его нужно вот подробно описывать все ваши процессы. И самое главное, что, какую задачу нужно решить обязательно. Первая задача, которая решает разграничение прав, это то, что ваши сотрудники не делают лишних движений, не используют, не тратят свои ресурсы на изучение ненужных им документов и поиском того, что им нужно из общего объема. То есть сотрудник должен видеть ровно столько, сколько ему требуется для работы. И второе, это, конечно же, вопрос безопасности. То есть работа с документами, это и коммерческие какие-то документы, разные бывают специфические организации, где документация техническая содержится, которую нужно хранить в тайне. Разные ситуации бывают. И вот поэтому на этом этапе нужно прям очень-очень серьезно так найти. где у нас находится основное рабочее место сотрудника, который занимается правами доступа. Рабочее место у нас сотрудника, который работает с правами доступа, находится в настройках и администрировании. и здесь есть прям раздел такой, где у нас все уровни по настройке прав доступны. То есть мы их сразу видим все вместе и видим, что у нас есть разнообразие уровней, на которых мы настраиваем права. То есть в чем сложность самого документа оборота 2.1? Вот в тройке немножко все-таки упростили, в том, что у нас есть несколько уровней настройки прав, и мы спускаемся от большего к меньшему, идем для того, чтобы поэтапно, получается, мы сначала настраиваем основные права, вот как раз мы к ним пришли, полномочия. То есть когда мы начинаем внедрять систему, первое, что мы в правах начинаем настраивать, это полномочия, самое крупное деление прав, это базовые настройки. То есть это есть предопределенный набор ролей, набор, вот есть профиль, это набор ролей, то есть у руководителя есть несколько ролей, которые для него включены, и это является его базовыми настройками. Есть руководитель, администратор. Таких вот полномочий у нас наборов ролей, таких 14. В типовом, в стандартном документе оборот 2.1, и мы можем использовать типовые наборы ролей, можем открыть и развернуть, посмотреть, что в них включено, и можем на их основании создавать какие-то свои роли, то есть, опять же, специфически, когда мы рассматриваем ваши процессы, мы понимаем, подходят ли вам стандартные роли, полномочия, наборы ролей, полномочия, либо не подходит. И уже по необходимости мы можем корректировать, то есть, если у вас есть сотрудник, которым, или там несколько сотрудников, группа сотрудников, которым нет подходящего набора ролей, мы можем взять за основу, допустим, там руководитель отдела продаж, у вас какие-то специфические какие-то процессы, и мы можем уже на основе текущей роли, стандартной, сделать набор ролей чисто под ваши процессы. Вот, это у нас самое крупное разделение ролей, это полномочия. Дальше уже полномочия ограничиваются, вот когда вы это настроили, возможно, вам больше ничего и не потребуется, то есть, вы применили стандартные полномочия, стандартный набор ролей к своим пользователям, и, возможно, вам не потребуется. Если же требуется далее разграничить еще подробнее, то уже это политики доступа, то есть, политики доступа, они ограничивают у нас полномочия. Это следующий уровень. Это уже следующий уровень. Политики доступа у нас могут быть общие и специальные. Так, у нас подключаются. Так, вот мы про полномочия поговорили. Планировала я проводить все-таки на программе, но вот. Вот. Политики доступа. Подробнее. На презентации, в общем-то, все то же самое, что я говорю, и немного, наверное, добавляю. Политики доступа у нас, получается, ограничивают полномочия, и они дают разрезы доступа по конкретным, ну, с какими конкретно данными может работать сотрудник, пользователь. То есть, это бывают специальные полномочия и общие полномочия, общие политики доступа. То есть, здесь уже ограничиваются на конкретные документы, на виды документов, на виды мероприятий, организации. То есть, если у вас у сотрудника есть по его полномочиям доступ к, допустим, к работе с договорами, с документами, то здесь мы можем ограничить, какие именно виды документов он может, с какими именно видами документами он может работать, либо можем разграничить по организации. То есть, у вас, допустим, есть несколько юридических лиц, и есть у каждой организации, у каждого юридического лица есть свой руководитель. Вот, чтобы руководитель мог полностью осуществлять любые действия с документами, но только своего подразделения, к примеру. Либо по определенным грифам доступа документы сотрудник может делать все, что угодно, но только по документам с определенными грифами доступа. То есть, если полномочиями мы это сделать не можем, мы можем это ограничить политиками доступа. Далее бывает такое, что нам нужно, допустим, по конкретной организации сотрудник должен видеть только конкретный вид документа. То есть, это уже два разреза доступа. Более точечно это у нас специальные политики доступа. Опять же, на этапе анализа мы понимаем, что нам это либо нужно, либо не нужно. То есть, у нас идет сначала первый уровень полномочия, потом у нас общие политики доступа, и потом специальные политики доступа, разрезы, которые либо нам нужны, либо не нужны. Мы это понимаем. Чем проще ваши настройки, чем меньше уровней, тем вам будет понятнее и проще контролировать. То есть, менее трудозатратно будет контролировать ваше соответствие вашему запросу, системе, возможности системы, и меньше будет запутанности процесса, будет понятнее. Поэтому тут нужно еще очень сильно подумать, нужно ли использовать вам политики доступа или нет. Как у нас работают политики доступа. Вот если у вас есть общие и специальные разрешения, общие и специальные в политиках доступа, то у вас специальные всегда ограничивают общие разрешения, то есть они главные. И если у вас специальные разрешения, если, допустим, у сотрудника по одной организации права на, допустим, акты, а по другой организации права на договоры, то они не дополняют друг друга. То есть на договоры у вас действовать бы только по одной указанной организации. Расширяться другими правами, другим разрезом доступа это не будет. Так, чат вижу, молчит. Тема сложная. Ну, не совсем. Вот я вижу, сейчас Сергей пишет, политика доступа очень похожа на настройку доступа к папкам. Ну, по функциональности возможно. Но тут у нас смысл в том, что политика доступа, она может разграничивать разрез доступа не только, но не конкретно к папке, то есть это по организации, допустим, по конкретной, по конкретному грифу доступа, по конкретному виду документа, то есть объект, по которому... Ну, вот я вижу по организации виды документы. Здесь вот специальное разрешение, вот именно специальное разрешение, это очень тонкая настройка, когда вам нужно ограничить сразу по двум критериям, то есть и по организации, допустим, и по грифу доступа. И вот эта настройка, она решается только-только здесь. Может решиться вот в тройке, это уже идет автоматическая настройка, а здесь вот решается вот этими тонкими моментами. И одна ошибка, допустим, когда вы сужаете максимально доступ, вы рискуете, что где-то там в процессе забыли, что у вас сотрудник где-то еще какой-то документ может видеть, и обрезать ему права, и у вас сотрудник просто не увидит тот документ, с которым он может работать. Поэтому мы все-таки рекомендуем специальные разрешения использовать только когда они реально действительно нужны и по-другому никак не обойтись. Вот нужно очень сильно об этом подумать. Также есть возможность назначить локальных администраторов. То есть у вас есть, допустим, сотрудник, который по определенному виду документов должен делать какое-то определенное действие, либо по одной конкретной организации. Допустим, он контролирует какие-то документы, и вот как у нас сейчас указано, внутренний документ, документы, зеленец, и вот у нее опять же по каким разрезам она имеет доступ к этим документам. Ну, судя по тому, что уровень доступа у нее чтения, значит, это какая-то такая контрольная функция, то есть редактировать она их не может, она их может только просматривать. Поэтому вот именно этот функционал у сотрудника есть. Для чего-то он назначен, именно по этим видам документов есть возможность назначить локального администратора. Это может решить задачу, что, допустим, специальными разрешениями и всеми остальными уровнями вы убираете возможность редактирования документа у данного сотрудника полностью, и локальным администраторам вы даете возможность все-таки выполнять функцию ознакомительную у этого сотрудника. То есть вот такой инструмент он тоже есть. Каждый инструмент программы, он придуман не просто так. То есть был запрос, есть такие процессы, и, соответственно, исходя из этих процессов, есть такой вот функционал. Вот про разрезы доступа, о которых мы говорили. Был от Сергея вопрос, что очень похоже на доступ к папкам. По разрезам доступа здесь очень обширный список. Я их там что-то перечислила, из-за этого что-то, возможно, упустила. Здесь мы на слайде можем видеть все разрезы доступа, по которым мы можем сделать ограничения. Это по организациям, по видам документов, по подразделениям, что тоже очень важно. Вопросам деятельности, грифы доступа. Грифы доступа на многих предприятиях активно используются. По видам мероприятий. Вот, кстати, мероприятия используют не все функциональные документы оборот. Мы планируем вебинар отдельный. Группа доступа контрагентов. Группа доступа физических лиц. То есть, по всем этим разрезам доступа другой инструмент у нас не дает возможности сделать ограничения. Теперь рассмотрим подробнее, что у нас еще есть по разрезам, по инструментам. Грифы доступа. Грифы доступа создаются у нас из меню настройка администрирования. Обычно используется, ну, стандартный, там, общий доступ для сотрудников, конфиденциально, бывает, там, коммерческая тайна, какие-то еще технические бывают документы, для которых используется определенный гриф доступа. Гриф доступа указывается в элементе системы, ну, например, в документе. Там есть графа, где вы указываете, какой у вас гриф доступа, и, соответственно, пользователям, которые входят в число пользователей, которые доступен данный гриф пользователя, вот на основании этого разреза и доступен или документ, или другой элемент системы. То есть это дополнительные критерии для доступа в систему. Где-то он не используется. Можно и рабочим группам, группам пользователей указывать в правах доступа к грифу, и можно конкретных пользователей. То есть, допустим, если у вас коммерческая тайна, вы можете назначить только коммерческий директор именно пофамильно для пользователей. Можете обычный гриф доступа, общий доступ назначить всем сотрудникам сразу. Также есть инструмент, который мы можем использовать. Это группа доступа контрагентов. Это доступ к информации по документам, информации, связанным файлам по контрагентам, которым имеет доступ сотрудник. Ну, допустим, опять же, если у нас есть какое-то распределение по сферам деятельности, с определенными контрагентами работает одно подразделение, с другими контрагентами второе подразделение, работает с третьими, третьи, и они не должны видеть информацию по контрагентам друг друга. Вот здесь мы как раз-таки можем, есть у нас такой инструмент, группа доступа контрагентов. Это находится у нас настройка администрирования по кнопке группа доступа контрагентов. То же самое у нас есть по группам доступа физические лица к сведениям о физических лицах. Это очень актуальная настройка, то есть, чтобы ограничить у нас, чтобы обеспечить сохранность информации о физических лицах, сведения о физических лицах, мы можем назначить группу доступа о физических лицах, информация, которая хранится у нас в базе. Важная настройка, чтобы не забывали ее при внедрении, иначе у нас, получается, бывали такие случаи, когда информация о физических лицах, она доступна всем сотрудникам организации, если на начальном этапе это не учесть. Как я уже говорила, что для настройки прав можно объединять пользователей в рабочие группы, а можно назначать права именно конкретным пользователям. Но рабочие группы в этом плане удобнее. Почему? Потому что если у вас есть кадровые перемещения, если у вас ротация внутренняя какая-то ротация, и бывает, допустим, в компаниях, которые продажами занимаются, часто бывает срок жизни сотрудника не такой долгий, то это очень актуально, чтобы каждому пользователю не назначать отдельно права, не корректировать, вам будет удобнее использовать именно рабочие группы. Так, переходим к тому вопросу. Вот у нас Сергей задавал про папки. То есть один из вариантов, это на конкретные папки, на конкретные виды документа назначать права. То есть мы берем элемент и там уже внутри назначаем права, кто у нас может работать с данным элементом, то есть на конкретный объект. Мы потом это объединим все в уровне, в конце подытожим, потому что у нас много. Вот много очень нюансов. В том, он сложен, документ 2.1, вы сначала должны расписать, кто у вас будет, какие у вас папки, какие у вас разрезы доступа, по которым нужно разграничить. И вот это все описать в схеме. Так, про папки мы посмотрели. Вот как раз у нас изображена одна скриня, как это выглядит. То есть у нас папка внутренних документов в бухгалтерия, и у нас есть к ней права доступа. То есть на панели действий мы можем открыть права доступа и их настроить. Так, про рабочие группы мы тоже с вами уже проговорили, что лучше их использовать. Да, очень важная функция, которая есть в документе оборот 2.1. Это делегирование прав. Откуда пошел запрос на такую функциональность? Сотрудник у нас может уйти, допустим, в отпуск. Либо сотрудник временно исполняет задачи другого, ну, там, для распределения какой-то задачи происходит, и мы можем делегировать другому сотруднику, можем делегировать часть прав, либо можем делегировать полностью все права и указать срок, с какого, какое действует это делегирование прав. То есть если у нас не указан конечный срок, то это считается бессрочно. Вот в то же время можно указать срок, когда у нас действует делегирование прав. Очень удобно, когда на период отпуска можно назначить человека. Все эти права будут доступны. Что мы можем делегировать? Мы можем документы, файлы рабочие делегировать, отчеты, календарь, контроль, почту мероприятия, обсуждения и административные функции мы можем делегировать другому сотруднику. Когда мы устанавливаем делегирование прав, делегируется и сама роль исполнителя. Состав роли здесь мы уже не можем корректировать. То есть это вот та настройка, которая изначально у нас ролей происходит, когда самый широкий разрез доступа, начальный, который мы рассматривали, это вот как раз таки роли. То есть корректировать какую-то отдельную роль мы не можем. То есть она полностью у нас переходит до, которая была. Изначально настроенная для этого сотрудника, которого у нас замещает временно другой сотрудник, которому делегированы права. Также есть возможность расширения прав по руководителям. Я обращу внимание, что это возможность. То есть необязательно ее включать. Опять же, если у вас есть особенности разные структуры и не всегда руководителю, допустим, должны быть доступны все документы, с которыми работают его сотрудники. По конфиденциальности, допустим, документов важно понимать, нужна вам эта настройка изначально или нет в вашей системе. То есть в настройке прав доступа можем включать галочку, добавлять руководителям доступ к подчиненным. Если вы эту галочку добавили, то у вас автоматически у руководителя будут права не уже, чем у подчиненного. Вот это вот тоже очень важный момент. И нужно его учитывать. Иногда его забывают, либо его бездумно добавляют. Потом получается, что у сотрудников есть права, которые им не нужны. Также, как у нас происходит обновление прав. Обновление прав у нас происходит в автоматическом фоновом режиме. То есть это на работу пользователей не скажется, но при этом вы должны понимать, что пересчет прав, он занимает определенный период времени. В зависимости от сложности настроек ваших прав, чем сложнее, чем больше инструментов вы используете, тем дольше будет идти пересчет. А когда важно это учитывать? Допустим, если вы произвели, вы понимаете, что нужен пересчет прав, и результат вам вот прямо сейчас нужен. Он сейчас прямо не произойдет. То есть программе нужно определенное время, чтобы произвести пересчет прав, и тогда вы уже результатом сможете пользоваться. Это вот нужно учитывать. Но желательно, конечно, максимально учитывать ваши права изначально при настройке. По каждому элементу системы вы можете посмотреть, какие права кому даны, для чего это надо. Допустим, я создаю какой-то элемент системы или работаю с каким-то элементом системы, и я хочу понимать, какой-то мой коллега в другом отделе, может ли увидеть этот документ, доступен ли он ему, мало ли для каких целей, какой-то комментарий сделать, устно обсудить, какой-то вопрос задать. Я всегда могу посмотреть права доступа по кнопке «Еще». Есть возможность посмотреть права доступа, то есть какому сотруднику этот документ доступен, для чего. Кто может редактировать, кто может просматривать, кто какие действия может осуществлять. Вот про эту функцию тоже не все знают, не все ей пользуются. Это очень полезная кнопка. Ну и также есть возможность осуществить очистку устаревших прав доступа. Обычно это функционал человека ответственного за работу с документооборотом, за права в документообороте. То есть можно очищать, эта функция применяется к очищению тех прав, которые не используются ни одним объектом системы, те, которые связаны с помеченными на удаление объектами. Или, допустим, у нас были помечены на удаление дескрипторы доступа, но после этого уже использовались действующими объектами. В этом случае программа понимает, что данные дескрипторы нужно восстановить, и пометка на удаление снимается. Вот за эту функцию должен отвечать вот тот же человек, который у вас занимается правами полностью, настройкой. Ну и, конечно, полезные советы для эффективной работы. Я их уже проговаривала. То есть чем проще у вас настройка всех прав, чем меньше уровней вы используете. Давайте еще раз проговорим уровни, которые мы используем. Я их сейчас на экран выведу, чтобы у нас теперь все, что мы наговорили, очень-очень сложное, много моментов. Может, и хорошо, что мы не смотрели это в живой системе. Потому что когда в живой системе, все смешивается еще больше. Так. Вот сейчас у вас на экране должно, опять же, вывестись полномочия, политики доступа, настройки прав папок, рабочие группы. Это вот основные. Видно сейчас настройки прав? Вывела слайд настройки прав. Хорошо. Ну, это вот все, что мы сейчас наговорили, чтобы оно обратно вернулось в ту структуру. То есть у нас есть полномочия. Это там, где мы назначаем совокупность ролей. Роли, необходимые для администратора, роли, необходимые для руководителя. То есть здесь мы максимально используем те полномочия, которые у нас стандартные. Есть документ оборот 2.1. Чем проще, тем лучше. Чтобы уже ограничить эти права, мы используем политики доступа. Политики доступа у нас в разрезах определенных к данным ограничивают пользователей. То есть это есть или общие политики доступа, или специальные. Общие – это у нас более широкое понятие. То есть мы можем ограничить, допустим, для организации, для вида документа и так далее. Специальные мы ограничиваем, допустим, и по организации, и по виду документа. То есть это более тонкая настройка. И чем дальше, тем больше сужается у нас вот эта воронка доступа к документам. То есть следующим этапом мы сужаем доступ к предыдущему. Единственное, локальными администраторами мы можем расширить доступ по какому-то определенному действию, по виду документа. То есть вот если нам нужно расширить, это можно решить локальным администратором. Дальше уже у нас идет настройка прав к элементам. То есть настройка прав папок. И далее у нас уже идут рабочие группы. Грифы доступа. Вот у нас здесь не указаны, но их можно тоже рассмотреть. Больше, наверное, как разрезы доступа. Не как уровни настроек, а как разрезы доступа. Так, и вернемся. Сейчас этот слайд я вам специально показала. Чтобы сделать акцент, вернуть обратно вот в эту структуру, чтобы как-то уложилось все, что мы наговорили. Так, и вернемся к нашему окончанию вебинара. Что же нам нужно для полезной, эффективной работы. Вот эту структуру, еще раз, которую мы сейчас рассмотрели, ее нужно изучить и понять, что из этих уровней вам требуется. Возможно, вам понадобится только полномочия, и это будет проще и для вас, и для системы. Возможно, вам что-то из более тонких инструментов понадобится. Это уже для системы и для вас будет сложнее. При этом нужно четко все описывать. За это все дело должен отвечать у вас обязательно один человек, какой-то ответственный. Если у вас объемный документ оборот рекомендуется, даже по каждому виду документа, либо по организации, либо вот в зависимости от ваших процессов назначать уже более узко ответственных сотрудников, которые будут отвечать за права доступа, за ограничение анализ прав доступа, за актуальность по конкретным областям работы, по конкретным процессам вашей организации. Никакой двусмысленности быть не должно. То есть нужно четкое понимание, кто у вас с чем должен работать. И желательно это все должно быть прописано в регламентах, чтобы не было каких-то столкновений и интересов. Далее рекомендуется назначать по принципу сначала запретить всем и потом уже понимать, какие права кому нужны. То есть идти не от того, что давайте мы всем назначим администраторские права, а потом будем обрезать. Мы с такой темой очень часто сталкиваемся при внедрении, особенно на некрупных предприятиях. Они не всегда оценивают риски и поэтому идут по стратегии. Давайте всем дадим полные права, а потом будем обрезать. И получается, что информация утекла как раз на моменте старта. Также я проговаривала, что полномочия лучше через подразделение или рабочие группы назначать. То есть не через конкретных пользователей, а через объединение пользователей, чтобы при ротации вам не приходилось под каждого пользователя менять полностью всю, делать настройку прав. Далее так про папки проговорила. Также делегирование прав нужно четко понимать. Вот сроки не всегда ставят по делегированию прав. Устанавливают делегировать и забывают снимать функционалы. И получается, что у вас у сотрудника, которому когда-либо вы делегировали, есть доступ такой же, который ему не нужен дальше уже выполнение его деятельности. Ну и, конечно, проводить аудит безопасности информационной базы мы рекомендуем раз в месяц. Конечно, зависит от ваших объемов. Если документы обороты, процессы объемные, активные, то нужно, конечно, чаще проводить аудит. Но, опять же, объем аудита, он зависит от ваших процессов. На такие моменты делать особый акцент. Вот. Так. В чате вижу пока только плюсики. Так. Есть вопрос. Какую настройку сделать, чтобы сотрудники одного отдела видели задачи друг друга? Раздел задачи отдела может здесь помочь. Эта информация только для руководителя отдела. Так. Ну, я вижу, что тут, скорее всего, политиками нужно будет решать. Можете этот, вот мы прям можем на отдельной встрече. То есть, если нам нужно разграничить внутри отдела права, и чтобы видел не только руководителя, сотрудники видели друг друга задачи, при этом отделить от другого отдела, то надо вот смотреть, а будут ли, должны ли видеть другого отдела сотрудники? В каком объеме они должны видеть? Либо руководитель другого отдела должен видеть какие-то документы и задачи этого отдела? Какой-то есть вышестоящий сотрудник, который видит сразу всех подразделений. Вот я вижу, что вы мне начинаете отвечать, я предлагаю все-таки нам проговорить ваши процессы, их нарисовать как раз-таки на встрече с помощью схемы и понять, что вам нужно. То есть, если у вас какой-то вопрос касательно вот одним ограничить, а другим дать доступ, то это лучше прям прорисовать. Возможно, даже обычными полномочиями можно ограничиться. Конкретный кейс лучше вот решать на встрече. Так, по нашим контактам, которые сейчас указаны на экране, вы можете задать вопрос. Вот так как у нас сегодня в программе, в программу зайти не удалось, мы можем прямо вот с вами именно ваш конкретный кейс сделать на примере в системе, то есть мы такое практикуем, мы можем прям брать ваш кейс и в системе отыграть некоторую цепочку действий и настроек прав, как это происходит в системе. Так что обращайтесь тоже. Так, запись будет у нас выложена обычно на нашем сайте и на ютубе. С вами в любом случае будут связываться маркетологи, уточнят, пришла ли вам запись, пришли ли материалы. Презентация также вам будет направлена. Подробно, максимально старалась презентация, все скрины указать, чтобы можно было в системе это все воспроизвести. Благодарю вас за активность, за большое количество вопросов, отзывчивость. Всем хорошего дня, всем спасибо, до свидания.